Ясно, что корень научности отнюдь не лишен метафизической надстройки, что наука, несмотря на выковые старания, делиться от всего ненаучного, все еще развивается на почве философии. Представление о науке без философских элементов, как мы заметили при анализе аналитической философии во время нашей седьмой сессии о метафилософии, все-таки философская идея так же, как попытка подчинить философию науки со стороны логического позитивизма. И наука так же, как и философия, однако не является замкнутой системой, а питается ненаучными источниками. Поэтому мы должны философствовать, как сказал великий естественный Аристотель, хотя бы для того, чтобы избежать философствования. И проблематика фиксации однозначности явлений хорошо иллюстрируется, например, вопросом о подлинности цвета конкретного предмета. Допустим, что нужно точно определить цвет слабо освещенной картины, тогда можно было бы сказать, что кажется, что цвет картины такой или такой. А точно какого цвета она на самом деле неизвестно из-за недостатка освещения. Аналогично мы могли бы высказаться при очень сильном освещении и такое подобное. Но какое именно освещение нужно, чтобы точно определить цвет картине, все-таки невозможно определить. При выборе подходящего освещения мы руководствуемся привычной общей обстановкой всего для достижения условного практического взаимопонимания. А в древности западные философии наука составляли единство. Средневековы пытались примерять западную философию и науку церковными догмами, а во время позитивизма пытались затем даже подстраивать философию под точные науки. Все это время от философии опорщиковывались новые науки, которые раньше считались философскими дисциплинами. Таким образом отделились математика и также естественные науки, как физика, химия, биология. И возникали гуманитарные науки как, например, грамматика, история, психология, педагогика, экономия и социология на почве общего западного философского поля. И получается, как Хайдегер обнаружил, что наука происходит из философии тем, что они ее оставляют. Эти науки затем стали раздробляться на более узкой интеллектуальной материи, иногда междисциплинарной, как, например, биохимию и психолингвистику. И от цветка западной философии уже вырос необозримый сад научных областей, и темп развития вряд ли достигнет границы в будущем. В 20 веке даже логика начала обособляться в качестве отдельного научного направления, ведущего исследование независимо от философии. Что будет с философией в будущем, мы уже знаем из опыта нашего девятого и последнего сеанса нашей серии под названием «Метафилософия». И на наших следующих сессиях о философии науки мы углюбимся в основе науки и ее связи с философией. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok